Всем привет! Я Даша, и сегодня я решил потратить 10 тысяч реальных рублей в игре NextRP. Не, ну мне, конечно, это всё подходит, но, пацаны, сегодня у нас будет реально что-то глобальное и крайне интересное. Потому что сегодня реально я задонатил 10 тысяч рублей в NextRP, сдал на права, получил вот такой вот мопед и решил прокачать аккаунт девушки на NextRP. То есть, что мы можем сделать по логике девушки на 10 тысяч реальных рублей. Сегодня посмотрим всё-таки, что мы купим, какой баланс у нас останется. Возможно, мы пооткрываем кейсики и сегодня у нас будет реально очень интересный ролик. Так что, пацаны, обязательно как бы досматривайте его до конца. И напишите в комментариях, на что бы вы потратили 10 тысяч реальных рублей в NextRP. То есть, какую машину бы вы купили, какой скин бы вы себе прикупили и так далее. Мне кажется, это было бы очень интересно. Но сегодня всё-таки я буду тратить эти деньги, если вы хотите ролик, где я буду прокачивать аккаунт подписчику. То давайте наберём тут тысячу лайков. Ну, мне кажется, вы всё-таки осилите, если захотите. Так что, как-то вот так. И также, в данном видеоролике специально для вас я разыгрываю премиум аккаунт на 14 дней. Для того, чтобы его получить, вам всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк. И в комментариях по данным видеороликам написать никнейм и сервер, на котором вы играете. Итоги будут на тысячу лайков по данным видеороликам. Так что, обязательно участвуйте. Короче, ребят, как я понимаю, первым делом мы направляемся... Ну, естественно, это у нас магазин скинов, где мы сейчас прикупим себе нормальный скин. Потому что вот этот вот скин, у которого даже голова при выезде на мопеде трясётся, это крайне странно. Короче, нам сейчас нужно будет поменять облик своего персонажа. Почему я сказал в начале Даша? Потому что я реально Дарья миллионерская. Не, ну по факту сегодня она у нас миллионерша, миллионерха, милли... Короче, неважно. Сейчас мы, получается, сменим наш скин. Я не знаю, какие тут скины реально имеются. Сколько их тут вообще имеется? И мы сейчас на это всё посмотрим. Как вы можете догадаться, я уже выбрал себе скин. И сейчас мы будем его оплачивать. 490 рублей. 490 тысяч. И мы нажимаем купить. Изысканная 490 тысяч. Отлично. Надеть. Всё, отлично. Теперь мы всё просто красоточка какая-то. Конечно, она какая-то странная. Но ладно. Короче, мы потратили 490 рублей. У нас остаётся 9515 рублей. И сейчас, скорее всего, я сначала поеду за машиной. Потому что ездить на вот этой вот какахе, ребят, мне не доставляет какого-то удовольствия. Вот честно. C63AMG. Мне кажется, девушка вот, которая хочет себе понаваливать. Точнее, девочки никогда не хотят наваливать. Они хотят купить какую-то машину, которая для навала подойдёт просто идеально. И будут спокойненько на них ездить в, ну там, допустим, в каком? В 60 километров в час, да? В принципе, нормально. Чё, вот такая вот логика. Короче, мы покупаем нашу машину. Естественно, она у нас будет в розовом цвете. А тут нету розового. Короче, мы её в белом сначала купим. И сейчас мы сразу её перекрасим. А где моя машина? Неужели мне выдали мою машину? Ты только что купил тачку. Можешь прокачать её. Максимальный тюнинг-кейс. Потому что мне там больше нравится. И заодно мы затестируем её максимальную скорость. Как было написано в автосалоне, это 240 километров в час. Но автосалону я не верю. Если туда прибавить вот ещё 20 километров в час, то примерная скорость у нас получится. То есть, она должна ехать 260 километров в час. Так, 230, 240, 250 и... Да. И, короче, нифига. Блин, я почти замерил максималку. Но что-то не совсем у меня это получилось. Давай по новой, Миша. Всё фигня. Да, ребят, она у нас едет 260 километров в час. В принципе, я замерил её максимальную скорость. И просто посмотрите, как наша Дарья смотрится в этой машине. Ну, просто шикарно же, согласитесь. Мне кажется, эта машина ей очень сильно подходит. Но оказалось так, то что белый цвет ей не очень-то и нравится. И она решила. Блин, а почему бы мне не перекрасить цвет нашего кузова в какой-то другой? Ну, с автосалона, конечно, она купила какой-то дебильный цвет. По факту. Вот по факту дебильный цвет. И сейчас она решила всё-таки исправиться. Вот такой вот розовый, мне кажется, ей просто идеально подойдёт. Короче, я выбрал один очень интересный тюнинг. Мы переводим 200 рублей. И сейчас мы покупаем вот такой вот набор. Всё, мы, короче, нафиг отсюда выходим. Потому что нафиг нам тут больше ничего не надо. Чё она такая высокая? Блин, ну теперь вот машина реально выглядит, как будто в ней едет девушка. Не, ну серьёзно, согласитесь. Посмотрите, какая просто соска. И сейчас нам нужно будет купить себе какую-либо квартиру. Вот если так подумать, у нас есть машина, у нас есть очень красивая одежда. Ну, машина так-то довольно неплохая. В ней, конечно, можно спать. Но, типа, зачем, если у нас ещё имеются деньги? Наша Даша решает то, что ей нужно купить квартиру в Москва-сити. Так что сейчас она просто мигом направляется на своей цешке в Москва-сити. И там выбирает уже себе машину. Короче, ребят, как вы видите, мы уже находимся в нашей Москве. К сожалению, квартиры в Москва-сити у нас купить нельзя. Но я нашёл выход в том, что можно купить квартиру возле Москва-сити. Ну, в принципе, логично, я думаю. Короче, мы сейчас забегаем вот сюда и смотрим, что по ценам у нас на нашей квартире. Тут они, по сути, стоят по 3 миллиона рублей. Да, так что сейчас наша Даша, недолго думая, просто переводит 3000 рублей в нашу игровую валюту. У нас остаётся 1315, и она покупает себе эту квартиру. Так, она может купить себе скин загадочный, плюс 100 тысяч рублей за 441 рубль, по сути. Но ей это не выгодно, типа, ей это нафиг не надо. Да, первым делом, она у нас осматривает нашу квартиру. Кстати, квартира очень даже хорошая за такие деньги, считай, 3 миллиона рублей. Вот, многие говорят, типа, в NextRP, типа, цены очень высокие. Но вы даже вот найдите такую квартиру в жизни за 3 миллиона, вы её не найдёте просто. Короче, ладно, мы сейчас переводим снова наши деньги. То есть, давайте мы сейчас посмотрим, сколько нам уложится улучшение нашей квартиры. Так, 45, 60 и 75, ну, примерно 200 тысяч рублей. Короче, перевожу пополнение, 200 тысяч обменять. Отлично, просто отлично. И сейчас, получается, она у нас всеми своими усилиями прокачивает нашу квартиру. И нам теперь нужно оплатить квартиру на 14 дней за 45 тысяч рублей. И всё, короче, у неё остаётся деньги, то есть 15 тысяч на руках. А также у неё остаётся 1 тысяча 116 рублей. И она думает, блин, а куда же бы мне их потратить? Естественно, она у нас хочет потратить их на кейсы, потому что может повезти и может выпасть реально что-то очень интересное. Давайте, короче, она у нас захочет покрутить... Блин, давайте, короче, вот кейс горки или вот этот, блин, я не знаю, я просто не знаю. Ну, тут машины какие-то не очень. Давайте, допустим, вот этот кейс, тут такие машины более женственные, так сказать. Вот, короче, она покупает, и она начинает открывать наши кейсы. У неё остаётся 219 рублей, в принципе, это так-то довольно неплохо. Но всё же, давайте, она у нас выбьет что-то реально очень хорошее. Если сейчас выпадет машина, то это будет реально очень круто. У нас выпадает скин Тревора, она его обменивает на 250 тысяч рублей. Она у нас в минусе, к сожалению, на 49 тысяч, но ладно. Второй кейс у нас крутится, и что же у нас из него выпадет? Давай что-то нормальное, пожалуйста. Ну, блин, я не знаю, типа, из кейсов выбить что-то нормальное, это почти нереально. Скин за 170 тысяч рублей, и последний кейсик. Давай, что-то выдай нам нормальное заклинание, короче, нужно произнести. Некст РП, Некст РП, выдай нам что-то нормальное, пожалуйста. Просто, и нам выдает, давай, кабана, хотя бы кабана. Нет, 125 тысяч рублей. Не, пацаны, ну типа, такой себе, такой себе. И она решает, у неё вот осталось 219 рублей, открыть кейс за 159 рублей, и отсюда ей сейчас выпадет машина. Да, конечно, это всё неправда, но всё-таки, прикиньте, она сейчас реально выпадет. Хотя я что-то слишком наивно, и нифига у нас ничего не выпадет. Так, давайте посмотрим. И у нас выпадает один день премиума. Вот ей это реально пригодится, хотя она просто переплатила по факту. И мы сейчас переводим наши 60 рублей в игровую валюту, и всё. У нас на руках сейчас имеется 620 тысяч рублей. У нас имеется квартира, в которую мы вложили около 250 тысяч рублей. У нас есть цешка, которую мы купили за почти 5 миллионов рублей, плюс тюнинг на 420 тысяч рублей. Скин, который у нас стоит 490 тысяч рублей. Ну, и получается всё. Ну, и на руках 620 тысяч рублей, если я не сказал. Вот, короче, какая-то примерно вот такая вот сумма у нас получилась в данном ролике. Напишите в комментариях, нормально ли я потратил эти деньги, или их можно было каким-то образом крутануть и получить ещё больше денег. Напишите в комментариях. Ну, а с вами был Бестик. Всем удачи и всем пока-пока.